приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами снова про крупный патч 1.32 который будет 22 января в котором у нас будет 11 новинок на сайте с таймером которые обновляются там 11 звезд уже четыре из них нарисовали еще остается 7 и вот я пока что смотрю на эти звезды и что-то как-то все эти звезды про 11 левел где его получить и фишки с 11 левелом то есть тут половина звезд это просто 11 уровень какие на них будут всякие там приколюшки где их получить но и лбз 30 где тоже финальная награда 11 уровень работа над игрой улучшение типа вот тут может быть такое еще вот 7 звезд есть но пока что это просто танки где получить танки но и приколюхи с этими самыми танками причем мы снова увидим ускорение игры во первых как называется вот это новая четвертая звезда большой ребаланс техники и добавление визуальных эффектов по поводу ребаланса техники ну разрабы лесты анонсировали на несколько лет большой ребаланс танков вот он идет уже давно и я прям улучшение баланса танков не вижу я вижу смену мет и некоторые танчики так чуть-чуть косметические апнули но не как были на днище так там и остаются после апа даже некоторые после нескольких апов просто на дне ну а некоторые сразу выбиваются в топ если им накрутили слишком много шаж приходится потом нерфить смотрю на эти ребалансы и чё-то как-то я уже от них подустал и нам тут показывают что будет еще большой ребаланс в этом патче но опять надо будет смотреть какие танки выбьются в мету какие танки выбьются никуда после этих ребалансов но глобально это накручивание параметров которые ускоряют бои поскольку просто танкам накручивают пробить и дпм и точность и все остальное но никак не упорядочивают между собой я понимаю что там юша старается он рассказал видео что он подсказывает в тайне разработчикам как танчики балансить он старается чтобы игра была сбалансированная но по факту работа в эту сторону идет ну такая явно не ради баланса просто ради смены меты и просто ускорение игры поскольку но тупо накрутили много цифр сверху и танчики будут быстрее друг друга пробивать убивать и быстрее ехать дальше вперед принципе все вот такой вот ребаланс просто следите за метой пересаживайтесь на новые танки которые стали актуальными вот юша додумался в тайне разработчикам подсказывать как ребалансе танчики и часто к нему прислушиваются я учет не додумался до этого я в открытую пишу свои мысли по игре про то куда она идет и что мне это не нравится некоторые мелкие вещи я там пишу разработчики замечают и даже пишут что когда-то там что-то поделают с этим допустим с управлением в режиме гонки вот эти которые были на колесниках но все это конечно не совсем то что я хотел бы поисправлять в игре но лучше чем ничего ну или возможно разработчики лучше замечают когда им прям в личку пишешь но глобально я смотрю на и баланс танков и я прям не сказал бы что я полностью доволен и что это классно некоторые танки реально прикольно сделали вот допустим фв-215 б был морально устаревшим сейчас он до сих пор сложный но он хотя бы может дать сдачи за счет своей классной пушки сиди си там прикольно подкрутили но опять же на нем может играть там полтора процента игроков и со временем через полгода я опять на сиди си покатал а на нем уже почти невозможно играть его так душит окружение в игре которая тоже перри а поле за полгода так что сиди си опять начинает скукоживаться поскольку когда вы один танк апнули а потом в течение следующих полгода еще окружение вокруг все по перри а поле все эти апы перестают работать это просто идет очень быстро и накручивание параметров танков это прям жесть какая-то причем не просматриваются вообще прям реально какой-то гладенький чётенький баланс просто резко вдруг откуда ни возьмись выходит патч где один танк становится хоба топ-1 по мете по параметрам по убиванию рандома и так далее сначала один так 2 3 вот они уже все топ танки поменялись за последние годы и все метовые танки там абсолютно новые но они туда вылетели просто за счет того что им накрутили кучу цифр и они все остальные танки опустили вниз вот такой вот баланс лично вот на мой взгляд на мой взгляд тут надо не юшу слушать с ребалансами конечно мнение каждого надо учитывать но лучше больше учитывать мнение задротов которых не любит юша судя по его видео такое мнение складывается которые сидят своими днями играют и разбираются в игре таких сильных игроков и контрибьюторов много лучше бы их мнение больше учитывалось чтобы игра была немножко поадекватнее в плане баланса хотя бы немножко ну уже настолько баланс странно выглядит что хотелось бы хоть чуть-чуть улучшения в этой в этом плане ну и следующее что мы здесь видим помимо изменений в балансе техники это добавление визуальных эффектов новые танки 11 уровня смогут похвастаться механикой четырех гусениц и различными визуальными эффектами выбросом гильз движением перископов и многими другими но и позднее нам об этом всем расскажут то есть у нас получается что вот четыре фишки первые которые показали из 11 это просто танки 11 уровня то что их можно будет получить в событии орбита и помимо 11 уровня там еще есть и другие танки других уровней и прям танки и чё там только нет также у нас есть лбз 3 0 где тоже финальная награда 11 левел и четвертая звездочка это ребаланс танков который ну вот такой вот как я рассказал и визуальные всякие там эффекты на танках 11 уровня пока что все про танки 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 11 уровня какого-то улучшения игры я пока не вижу но еще у нас есть 7 звезд надеюсь там что-то интересно все-таки будет пока что как-то прохладно во первых не все там ломануться прям сразу кататься на этих 11 лобалах да наверное тема будет популярная но у нас есть также люди которые с прям танков 8 левел они вылазят на купили их и катаются годами они вообще не увидят эти 11 лобала пока не захотят туда залезть а баланс на восьмом уровне хромает поскольку на низких лобалах людей все меньше и восьмерки уже в топ кидать начинает так редко что-то становится грустно а в топ кидать никому потому что ниже нас нет никого кому кидать в топ а заниматься низкими лоблами мы не хотим мы хотим 11 лобала выпускать и танков которые будут выше нас их будет становиться только больше в итоге когда-то придет такой момент когда восьмерки будут в топе только по праздникам они уже сейчас не так уж часто там бывают можете сами обратить внимание что танки которые выше нас уровнями мы их видим очень часто они же нас уровнями я лично вижу раз в пару часов по крайней мере я так на восьмерках и раю у меня ниже меня уровнями танки попадаются очень редко и уже радуешься просто танкам которые моего уровня хотя бы попались уже хорошо я уже молчу про какие-то бои в топе которых не дождешься но эта проблема будет усугубляться и у меня возникает вопрос а зачем мне 100 прям танков которые у меня в ангаре стоят которые я понабрал чтобы зрителям показывать как их показывать зрителям если они постоянно внизу списка и кайфа приносят все меньше и меньше переходить на девятки но пока что на девятом левеле тяжело найти хороший прям танк там есть намеки на хорошие прям танки но они пока что по-прежнему и остаются намеками да на них можно играть но прям сильных очень сильных танков премиумных на девятом левеле если их сравнить с восьмерками прям таких нету на которых хочется сесть и прям не вылазить с него да конечно какой-нибудь bz 176 на 9 левел натягивать не надо ни в коем случае достаточно чуть-чуть поприятнее танк сделать чем те которые есть сейчас на девятках премиумные и достаточно они уже там есть интересные танки несколько их чуть-чуть приятнее сделать и я буду полностью доволен максимально я не прошу делать какие-то имбы которые вообще в рамки баланса не влазит просто до сих пор танки 9 уровня премиумные были лютым помоищем их немножко поапали они стали более-менее уже приемлемыми но хотелось бы чтобы они были прям кайфовые и не раздражали некоторыми вещами не обязательно делать прям имбу а то сейчас кто-то мне напишет комментариях что я тут рассказывал про баланса сам прошу имбовый танк просто вспомнить из какого днища по параметрам доставали прям танки 9 уровня они что вообще ниже принтуса были с какими-то перезарядками которые пришлось потом апать сразу там секунды по 2 стабилизации где пришлось там по 20 процентов добавлять это же просто смешно и только в таком виде танки немного стали похожи на нормальные танки вы представляете в каком днище они были но возможно сбросы веток как-то повысят онлайн на шестерках и семерках там же нужно будет сбросить ветку сыграть победный бой выкачать следующий танк и поначалу восьмерки наверно прям вообще в топе будут часто играться и со временем люди тоже время от времени будут заглядывать в эти сбросы веток и заново проходить ветки из-за чего онлайн возможно подрастет на низких левелах но со временем в перспективе в очень далеко все равно все стремится вверх и все те бустые бонусы иксы которые понапихали в игру за все эти годы они только ускоряют то время когда все равно все вылезут на высокие топ левела и будут там сидеть ладно возвращаемся к танкам 11 уровня и их всяким там эффектом во первых механика 4 гусениц насколько я понимаю у нас будут работать те гусеницы которые целые то есть если мы с одной стороны собьем гусеницы то можно будет видимо крутиться вокруг себя на оставшихся поскольку будут стоять на месте только те которые гусеницы сбили а если с одной стороны сбили только одну гусеницу то мы на второй продолжим ехать видимо с уменьшением скорости то есть это будет работать немножко не так как гусеницы уехов и будут ли дорабатывать гусеницы йоха тоже непонятно это видимо касается танков у которых прям две пары гусениц с каждой стороны типа как у face 1 но это опять же ускорение игры тебе сбили гуслю ты едешь дальше в какой-то момент тебя вообще не остановишь раньше ты сбивал гусеницу чтобы остановить танчик и не всегда прям ты его расстреливаешь убиваешь иногда ты просто специально сбиваешь гуслю чтобы он не ехал если на за поворота показывают только гусеницу но в такой ситуации это ничего не сделает просто ты ему сбил гусеницу он дальше катается плюс у нас ребаланс танков тоже игру ускоряет еще много чего ускоряет игра у нас и так быстро и многие жалуются что турбо бои уже как бы надоели но видим что в эту сторону мы даже не смотрим и наоборот смотрим в сторону максимального ускорения также еще нас ждут визуальные эффекты на танках 11 уровня выброс гильз движением перископов и многое другое но выброс гильз мы уже видели на танке премиум нам тст но прикольная такая фишка которую можно выключить движение перископов но тоже что-то там подвигается мы уже видели много 3d стилей на которых двигается чё только там не двигается и крылышки и какие-то огоньки и светилки и перделки все подряд ничего плохого и в этом не вижу если она будет оптимизирована пусть будет наоборот оживит какую-то атмосферу добавит а вот что там спрятано за многое другое непонятно будут ли мяться обвесные всякие штуки на танке при таране или будет ли что-то отлетать когда будут попадать по нам когда-то давно нам это показывали но все никак до этого мы не дойдем в принципе вот такие вот обновления нас ждут в этом большом патче пока что честно говоря патч до большой но стоило ли его все впихивать в один патч лишь бы сделать какое-то событие хайповое может быть а действительно ли разработчики успевают все это сделать к этому времени если они уже анонсировали что танк 11 уровня можно будет и не сразу получить как только ты лбз выполнишь а только когда он будет доступен то есть пока что его по факту и нет успевают ли они вообще там все это делать а если они не успевают будет ли она качественная может не надо спешить а просто по порядку все обдуманно выпустить неужели игра только на хайпе живет у таких вот новостей и без них никак пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а 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 Продолжение следует...